Наша российская разработка – это сервис «Тильда», о котором наверняка вы слышали, знаете, а может быть, в нем и работали. Это конструктор для создания сайтов, ну, в том числе и мультимедийные публикации в нем тоже можно делать. И сделано их уже достаточно много. Здесь очень много интересных проектов. Я вам сейчас ссылочки отправлю. У меня такие литературные ссылки. Но вы можете заглянуть в раздел «Сделано на Тильде», зайти на сайт «Тильда» и даже если не регистрироваться, а просто нажать на кнопки, вверху и выбрать кнопочку «Примеры работ». Вот там в примерах огромное количество сделанных интересных публикаций, сайтов. И вы можете посмотреть, насколько интересной получаются мультимедийные истории. Бесплатный тариф достаточно неплохой. Можно создать до 50 страниц мультимедийных. Можно их связать в один сайт, а можно их делать отдельными страничками. Но сразу большой плюс, что это разработка российских программистов. Давайте посмотрим, как они работают. Если вы впервые в этом сервисе, вам даже дадут две недели бесплатных возможностей на все. То есть часть блоков здесь будет платная. Помечена она будет замочком или просто будет кнопка неактивная. Но вот за две недели можно попробовать все и создать действительно что-то такое безумно интересное. Как только бесплатный тариф заканчивается, ну, пробный тариф заканчивается, вы можете вернуться к беспилатному тарифу, либо оплатить платный. Но и то, что вы создали уже, оно никуда у вас не исчезнет. Если только вы не начнете это снова редактировать, тогда исчезнут платные блоки. А так, если вы сделали публикацию и не будете ее редактировать, изменять, и заново переопубликовывать, то все платные блоки у вас так там благополучно останутся и будут работать. Блогов здесь много. Давайте по порядку. Итак, для начала нам предлагают выбрать шаблон. Здесь все на русском, поэтому достаточно все просто. Шаблоны все рассортированы. Можем посмотреть во всех категориях. Мне нравится из раздела события. Обычно я оттуда что-то подбираю или из бизнеса. Отдельно тут для некоммерческих организаций нет, к сожалению, шаблонов, поэтому приходится выбирать из того, что есть. В последнее время я заинтересовалась разделом «Про», вот которая самая последняя кнопочка, у меня красненькая сейчас на слайде. Это интересные, нестандартные шаблоны с интересной, как это сказать, с интересной анимацией, с интересной типографикой, ну и вообще такие интересные. Я знаю, что Национальная электронная библиотека делает в Тильде проекты. Я просто поискала на вскидку, вот нашла три из них. Это проекты, сделанные на Тильде. Это спецпроекты НЭП, про Циолковского, про прогноз погоды и про лыжный спорт. У них еще много чего интересного есть в НЭПе, если посмотреть. Вот они делают на Тильде, как раз выбирают шаблоны «Про», и у них получаются вот такие оригинальные публикации. Чем-то похожие на ReadyMac. Ну, такая же интересность, там большие буквы, большие цифры, интересная анимация, нестандартная. Вот, поэтому если вы уже такой продвинутый пользователь, ищете чего-то нестандартного, то можно в разделе «Про» поискать себе шаблончик. Ну и вообще, как показывает практика, здесь вообще можно начать с нуля и сделать свой собственный шаблон. Я даже расскажу вам, как это можно сделать. Ну, допустим, мы выбрали какой-то шаблон, и начинаем его редактировать. Можно щелкать по шаблону, и каждый блок редактировать, и будет всплывать редактор. Можем добавлять и свои блоки. Опять там через значок «Добавить», выбираем блоки, вот они у меня с левой стороны здесь, обложки, заголовки, текстовые блоки, изображения. Причем, если нажать «Изображение», вот у меня сейчас как раз именно изображение нажато, то мы видим, что здесь внутри еще много разных подшаблонов. То есть картинку можно сделать просто картинкой, круглой картинкой, с текстом поменьше, побольше, развернуть на весь экран и тому подобное. Вот в каждом этом разделе скрывается еще несколько таких маленьких шаблончиков. Ну, здесь объяснять особенно не нужно, может быть, только подвал можно объяснить. Это внизу обычно пишется, там копирайт пишется, там защита авторских прав, вот этот вариант. Но все остальное есть довольно понятно и подробно. Щелкаем кнопочки, смотрим возможности. Далее. Ну вот, например, я выбрала модуль, который называется «Преимущества». Это такие карточки, на которых написан текст, и там какая-то информация содержится. Вот. Я щелкаю шаблон, стираю содержимое, набираю свое содержимое. Сохраняем это все, естественно, через кнопку «Сохранить». И вот так с каждым шаблоном можно работать. Покажу еще несколько вариантов. Вот, например, видео. Видео тоже можно по-разному оформить. Можно целый видеоплейлист сделать, если он у вас есть. Можно YouTube-трансляцию с комментариями сюда вставить. Всплывающее видео, открывающееся в одинной вкладочке и тому подобное. Возможностей очень много. Опять-таки, а вот с правой стороны сама карточка для создания видеоролика. Загружаем файл, ну, по ссылке с YouTube, например, добавляем. Постер, какую-то картинку добавляем. Ну, описание. И все это сохраняется у нас. Дальше. Если мы хотим чего-то большего, то есть еще раздел «Другое». Он довольно такой интересный, потому что там собрано все-все-все, чего вы не найдете. То есть, через него можно вставить, например, встраиваемый объект. Называется он HTML-код. Ну, например, игру можно вставить, презентацию свою добавить. Там еще что-нибудь, какой-нибудь материал. Дальше. Карты. Здесь же скрываются. Google и Яндекс есть. Поиски. Например, поиск Google можно настроить внутри вашей публикации. Больше это для сайтов, конечно, работает, но вдруг. Такая опция здесь есть. Можно продавать билеты на мероприятие через этот сайт, если подключить сервис TimePad. Комментарии можно подключить через эту вкладочку. Ну, и разные украшения добавить. Например, в Новый год там популярные снежинки, например, падающие. Вот такая есть возможность. В разделе «Форма и кнопки» можно настроить тесты, опросы и голосования. То есть такого интерактива добавить. Ну, вот у меня сейчас карточка для опросов, например. Открываем шаблончик, стираем здесь все и добавляем свое. Ну, вот, например, так получилось. У меня лучшая книга по версии читателей. Голосовать за книгу. А рядышком уже варианты вашего опроса будут. Точно так же примерно работает и тест. Там очень похожая карточка, только здесь уже не будет этих процентов. Просто будут варианты ответа, и читатель будет нажимать на кнопки и голосовать определенным образом. У каждой карточки есть много настроек. Вообще у каждого блока здесь огромное количество настроек. На этом слайде покажу вам. Ну, типографику можно настроить. Стиль оформления, кнопки, цвет, размер этой кнопки, там, расстояние между буквами, между строчками, анимацию, параллакс эффект. То есть огромное количество настроек, просто все не перечислить. У сервиса есть хорошая справочная база. Как раз ссылка на эту базу есть в моей презентации. И там можно по каждому вопросу получить довольно подробную консультацию практически по каждой настройке. У картинки можно добавлять фильтры, перекрашивать их, там, делать потемнее, посветлее, обрезать, кадрировать и тому подобное. То есть здесь очень хорошие, наверное, лучшие настройки среди всех сервисов, о которых я сегодня рассказала. Теперь что касается собственных шаблонов вообще. Здесь есть возможность создавать так называемые нулевые блоки. Это такие вот шаблончики, такие блоки, которые лично ваши, которые вы сами придумали и сами там можете свой собственный контент вставлять. Это немножко сложнее, чем брать уже готовый, потому что там работа будет строиться из двух этапов. Сначала мы туда добавляем контент через кнопку плюс. Здесь почему-то все на английском, но разобраться несложно. Можно добавить внутрь вот этого блока, а мы получаем вот такой просто белый кусок чего-то, сайта, например. И вот на этот белый фрагмент мы будем вставлять что-нибудь. Тексты, картинки, формы, кнопочки, видео, tooltip – это всплывающее окошко. HTML – это разные встраиваемые объекты. Ну, форм – это разные опросы, голосования и тому подобное. Ну и галерея. Вот такой белый лист, на него мы вставляем. Ну, я вот какой-то текст и какую-то картинку добавила. Это первый этап. Вот у нас блок сформирован. Настройки с правой стороны разнообразные. Тут и по ширине, и по высоте, и форматировать, и угол наклона можно сделать. Можно мышкой двигать это все, перемещать внутри блока. Вот. После того, как я все это разместила, ну, вот у меня получилось так. Вот у меня какая-то некая анимация, просто какая-то картинка, какой-то текст. А дальше нужно обратить внимание на то, что тильда, она адаптирована и для мобильных устройств. Вот этот зеро-блок, который мы сделали, это только для экрана компьютера работает. А на мобильном устройстве она может выглядеть совсем не так. Поэтому вторым шагом будет в работе вот над таким своим собственным блоком – это адаптировать его еще под мобильные устройства. Вот вверху есть кнопочки в красной рамке с левой стороны. Это кнопки адаптации. То есть здесь нарисовано все. Для мобильника вертикального, горизонтального, для планшета горизонтального, вертикального и для обычного компьютера. Приключаемся между этими функциями и смотрим, чтобы все наши элементы они влезали внутрь нашей белого блока. Ну вот у меня желтая анимация немножко вылезла и текст не поместился. Но в этом случае я текст уменьшаю, адаптирую, чтобы все поместилось. И смотрю, как оно дальше будет смотреться. Вот такая опция. Но зато вы становитесь обладателем своего собственного личного анимационного блока и вы можете его использовать для нестандартных публикаций. Сделать, по сути, свой шаблон. Это, конечно, сложно. Это для более продвинутых пользователей. Кому интересно, кто хочет покопаться, что называется, в настроечках. Посмотреть, как все это работает. Но такая возможность есть. Можно воспользоваться, если интересно, конечно же. Что мы получаем на выходе? На выходе нам предлагают назвать публикацию. Даже можно выбрать ей электронный адрес. То есть по умолчанию там на конце будет тильда ВС. Но все, что касается до слова тильда ВС, вы можете придумать сами. Например, у меня была публикация IT-лайбрари. IT-библиотека. Вот это название мы прописываем сами. Ну а дальше сервис добавляет свое окончание. Тильда ВС. На выходе можем посмотреть, что у нас получилось. Естественно, после того, как посмотрели, опубликовать. Кнопочки вверху в красной рамке. Мы получаем и ссылку, и код. Ссылкой можно делиться в социальных сетях. А кодом вы можете эту медиапубликацию вставить даже внутрь какого-то еще сайта. Ну, сайт внутри сайта получается. Плюс вот эти вот все 50 страничек вы можете в один сайт сложить. Сделать к нему меню, сделать таким полноценным сайтом. И будет у вас свое представительство. Ну, а если нет, то они будут отдельными публикациями. Каждая со своей отдельной ссылкой. Это тоже хорошо. Можно делиться с читателем. Вот такая история, что касается тильды. Продолжение следует...